Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, позвольте представить вашему вниманию доклад на тему возможности пункционной криоаблации у пациентов с просоклешным раком орофарингеальной зоны. По данным глобального исследования от 2016 года, ежегодно регистрируется 11 тысяч новых случаев рака языка, 2 тысячи смертей от рака языка, средний возраст пациентов составляет 57 лет и соотношение мужчин и женщин 3 к одному. Отмечается также тенденция к увеличению заболеваемости орофарингеальным раком в развитых странах, что видно на данных графиках. К основным факторам риска развития опухолей орофарингеальной зоны являются табакокурение, алкоголь, иммуносупрессия, радиация, химическое воздействие, хроническая травматизация, слизистые в ротовой полости, вирусная природа, это вирусы HPV, вирусы Epstein-Barr, ВИЧ, гепатит или каплакия. Основными методами лечения орофарингеального рака являются хирургический метод, химиотерапевтический, лучевая терапия, комбинированный метод и симптоматическая терапия. Первопроходцами в разработке гигиогенных методов лечения в России являются Пачес и Шанталь. Уже было сказано в этих выдающихся ученых российских. В 1968 году Андрей Гейдж опубликовал статью в американском журнале «Хирургия», где были описаны результаты лечения как доброкачественных на образовании полости рта, так и злокачественных. На данном слайде видно удачный опыт лечения лейкоплакии слизистой оболочки полости рта, лейкоплакии слизистой оболочки левой щеки до лечения и через полтора месяца после лечения. Это 1974 год, американский журнал «Хирургия». Также в этом журнале в 1974 году опубликована статья «Лечение пускоклешного рака слизистой оболочки ретромолярной области до лечения и после лечения отдалённые результаты». В нашем институте на отделении опухоли головы и шеи мы используем медицинскую криотерапевтическую систему. О ней тоже неоднократно было сказано. Криозанды многократное применение. Они покрыты золотым напылением. Криосистема имеет три рабочих канала и имеет рабочее давление до 4 бар. Также имеются различные криозанды по диаметру от 1,5 мм до 3 мм. Позвольте рассказать вам несколько клинических случаев. На сегодняшний день в нашем отделении мы применили метод функционной криодеструкции у 25 пациентов в сочетании с химио-лучевой терапией. Введение криозандов в глубину опухоли контролируется визуально, пальпаторно и с помощью ультразвукового аппарата. Так выглядит начало процедуры криодеструкции опухоли языка. В опухоли языка введены три криозанда. Два криозанда диаметром 1,5 мм и один криозон диаметром 3 мм. Также на этих слайдах указана процедура криоаблации опухоли языка и ретромолярной области. Мы выполняем три цикла криоаблации с пассивным оттаиванием после каждого цикла. И длительность каждого цикла составляет около 5 минут. 4-5 минут. Так выглядит завершение операции и оттаивание зоны оледенения после излечения криозандов. Также на нашем отделении мы лечили пациентку, ей было 62 года, с диагнозом карцинома с листой оболочкой правой щеки, с метастазами в лимфоузлы шеи справа, клинической стадиированной опухоли как CT3N2B-M0. Изначально ей было проведено два курса полихимиотерапии по схеме ПФ и эффект был оценен как стабилизация. Гистологическая опухоль была верифицирована, плоскокречный рак G2. Этой пациентке была предложена операция пункционная криодеструкция опухоли с листой оболочки правой щеки, перевязка наружной сонной артерии справа и операция Крайля справа. Так выглядит шейный этап операции Крайля справа и установка криозандов в опухоль правой щеки. В опухоль было введено два криозанта диаметром 3 мм и один криозонт диаметром 1,5 мм. На этом слайде указана эта же пациентка. Так выглядит отек мягких тканей правой половины лица после оперативного вмешательства и на вторые сутки после пункционной криодеструкции опухоли эротермолярной зоны. На шестые сутки, как правило, формируется КАЮ-некроз. И на 14-е сутки на нашем отделении мы выполняем некротомию. Так выглядит послеоперационная рана после некротомии. И немного отдаленных результатов. Пациентка после оперативного лечения, пункционная криодеструкция была выполнена. И дальше последующая химиолучевая терапия, 4 курса. Поле химиотерапии по схеме ПФ, дистанционная лучевая терапия, в суммарной дозе 60 ГРЭЙ. На данный момент уже прошло 3 года. После проведенного лечения комбинированного данных за продолженный рост опухоли не получено. Пациентка находится на динамическом наблюдении. Функциональные потери оказались минимальны. Пациентка социализирована, живет, работает и ведет полноценную жизнь. Таким образом, мы можем говорить о преимуществах криодеструкции. Это, в первую очередь, быстрая реабилитация пациентов. Отсутствие интероперационной кровопотери. Это органосохранный метод. Он органосохранная операция. Также улучшается качество жизни. Снижение болевого синдрома. Сохранение речевой функции. Все наши пациенты питаются через рот сразу же после оперативного вмешательства. То есть, мы не устанавливаем на загастральный зонд. Также имеется возможность повторных вмешательств и, конечно же, экономическая составляющая метода. Спасибо за внимание. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Если какие-то есть. Сергей Сергеевич. Это просто вопрос. Потеря тканей живого языка после крии и абляции. Соответствует это краю замерзания? Или это абляция в опухоле? Область поражения и реконструкция, используя другие ткани? Как правило, на шестые сутки формируется некроз. Некроз после крию деструкции. И этот некроз, он обычно имеет такой же размер, как первичная опухоль. И чуть-чуть отступя от... То есть, больше, чем первичная опухоль. Это планируется до операции. То есть, функционная крию деструкция выбирается, какие крию зонды будут использоваться, какого диаметра. И все это тщательно планируется до операции. И, как правило, наша задача все-таки отступить от опухоли и захватить чуть больше здоровых тканей. Спасибо.